Краткий инструктаж, организованный спуск к Волге и занятия по спасению человека, провалившегося под лёд. Школьники и кадеты, приехавшие на день открытых дверей в ГИМС, и подумать не могли, что с близкого расстояния увидят такое. Один из спасателей, исполнявший роль рыбака, не стал ничего имитировать и сделал всё по-настоящему. А ну! Помогите! Спасатели наглядно показали ребятам, как можно помочь тонущему человеку с помощью лестницы, ветки или спасательного круга с верёвкой. Но самое удивительное – спасение утопающего руками самого утопающего. Оказывается, зимой это вполне возможно, но нужна пара больших шиферных гвоздей. Вот видите, тяжело не схватиться, руки скользят. А если у него будут эти гвозди с собой в кармане даже лежать, он спокойно сможет выбраться. Отдельная тема – помощь человеку, который захлебнулся. Условия максимально реальные. На улице мороз спасённый рыбак лежит на льду. Спасатели пошагово описывают действия и показывают их школьникам. Под впечатлением от увиденного ребята признаются, что получили очень важный урок. Я узнал многое, как можно помочь, как самому спастись. Я уверен, что это мне обязательно поможет. Особенно мне понравился номер с гвоздями, потому что это очень простой приём, но на деле очень практичный, полезный. По словам спасателей, такие профилактические мероприятия дают возможность научить ребят поведению в критических ситуациях. То, что необходимость в этом есть, показывает печальная статистика и случаи с их старшими земляками. В этом году у нас уже три трагических случая, когда люди погибли. Это на Вашневолодском водохранилище, на реке Валдайка в Балаговском районе, на реке Осуга в Кувшинове. На прошлой неделе у нас произошёл случай отрыва рыбаков на льдине. Производилась спасательная операция. Все семь человек были живы, здоровы, доставлены на берег. Также юным жителям областной столицы показали снаряжение и технические средства, которые используют спасатели. Юрий Бумбур, Михаил Волков, Анастасия Зацепина, РЕН-ТВ «Пилот».